Об этом городе так много написано и так много сказано. Первое, чего мы удивились в Венесуэле, это ваше главного богатство. Что вам понравились наши пляжи, наше солнце, водопад Ангель. Поэтому пусть вас не пугают страшилки из интернета. Венесуэлу нужно увидеть своими глазами. И не могу поверить, что это все происходит со мной здесь. В Каракасе, в пределах города, есть пляж. Лагуара находится в 40 минутах езды от Каракаса. Мы сначала в сторонке смотрели концерт, ну а потом все вместе стали танцевать и веселиться. Из Венесуэлы каждый, абсолютно каждый человек нашей команды привез с собой любовь к танцам и зажигательной латинской музыке. Вот так весело мы проходим регистрацию на рейс в Каракас, Москва. Это лучшая регистрация в моей жизни. Всем привет! В городе Каракас начинается наш финальный влог из Венесуэлы. Мы сюда прилетели с райских островов Лос-Рокес, поэтому если вы вдруг пропустили предыдущие выпуски, то лучше начните смотреть с них. Ну а теперь к Каракасу. К сожалению, у нас совсем не было времени на то, чтобы познакомиться с городом поближе. Мы смогли его увидеть только вот так, из окон автобуса. И пока мы едем до гостиницы, немного поделюсь с вами своими впечатлениями. Какие далекие говорили. Об этом городе так много написано и так много сказано, к сожалению, в основном плохого. Но знаете, мне он не показался каким-то ужасным. В центре города вполне уютно и даже красиво. Каракас – это столица Венесуэлы, и сегодня в городе и его пригороде живет где-то около 7 миллионов человек. Туристы в Каракасе бывают редко. Хотя мне город показался довольно интересным, и там есть на что посмотреть. Но многие, как и мы в начале нашего путешествия, прилетев в аэропорт, сразу же улетают на остров Маргарита, в национальный парк Канайма или на острова Архипелага Лос-Рогис. Ребят, я не буду рассказывать о том, о чем многие пишут в интернете. О криминальности Каракаса и о том, как там страшно. Мы этого не увидели. Я делюсь с вами только своими впечатлениями. В городе, как я вам и говорила раньше, мы не успели побывать. Но то, что мы увидели из окон нашего туристического автобуса, мне показалось вполне обычным латинским городом со своим характером и колоритом. Из аэропорта до отеля мы ехали около 50 минут. В гостинице мы быстро заселились в свои номера, как могли привели себя в порядок, и дальше нас ждала официальная встреча. Ну что, мы уже в Каракасе, в отеле. У нас все получилось очень стремительно. Мы приехали, и практически за полчаса нам нужно было собраться, сдать тест ПЦР. И сейчас вот ждем. Отель, кстати, шикарный. Прям большой. Я не успела посмотреть из номера, показала Алексей. Красивый. Я вам все покажу обязательно позже. Номер большой, красивый, огромная кровать. Это все будет позже, а пока отправляемся на встречу с... Встреча у нас была запланирована с представителями правительства Венесуэлы. Все было официально и настолько серьезно, что мы даже перед этой встречей сдавали экспресс-тесты на коронавирус. Встреча проходила в формате конференции. Нас принимали министр по туризму Боливарянской республики, вице-президент Венесуэлы и посол России. На этой встрече много говорили о дружбе наших стран и о том, какой невероятный туристический потенциал у Венесуэлы для наших туристов и как там нас ждут. Я хотел бы поблагодарить за приглашение в этот тур. Ребята, которые со мной сегодня присутствуют. Юлия, Алексей, Евгений. Это те люди, которые будут работать завтра, послезавтра, через неделю, через месяц. Сделать те материалы, которые в том стиле, как сказала Анастасия, мы будем менять лицо Венесуэлы в России. Первое, чем мы удивились в Венесуэле, это ваше главного богатство. Это люди Венесуэлы. Открытые, жизнерадостные люди, находящиеся в очень простой ситуации, но, тем не менее, всегда встречающие нас улыбкой. На втором месте, конечно же, безумно красивая природа. И на третьем месте уникальные места. То, что сделал с нами Анхель и то, что сделал с нами Канайма, никакими словами не передать. И я благодарен организаторам за то, что программа была составлена таким образом, что каждый день мы получали новые впечатления, которые в дальнейшем станут нашими лучшими воспоминаниями. Большое вам спасибо. В завершении встречи выступила вице-президент страны. И она также много говорила о дружбе наших стран и о том, как Венесуэла ждет и готова принимать наших российских туристов. И каждый день должен быть более быстрый. Министр обожает Россию, был в нашей стране несколько раз. Считает нашу страну одним из главных защитников мира во всем мире. Очень любит ее. И завтра, надеюсь, что все мы увидимся в аэропорту и вместе полетим в Москву. И я вместе с вами полечу завтра лично. Здорово. Спасибо. Может быть, господину министру приятно будет вспомнить Россию. Здесь традиционный русский шоколад. В традиционной коробочке наш черный байковый чай. Может супруге передать. Я очень надеюсь, что вам понравились наши пляжи, наше солнце, водопад Ангель. Да, мистер говорит, что он некоторое время назад был вместе со Стивеном и Сигалом, который тоже посещал водопад Ангель. Вы его тоже, наверное, видели? Да, мы пересекались, да, правда. Вот здорово. Да, они тоже видели. А, да, я был там, когда... Серьезно, я не помню, что они τους видели. Он просто думал, что вы его не видели, но он тоже там находился и общался. Многие мои коллеги даже видео снимали с ним. Да, некоторые коллеги твои сделали видео с Сигалом. С Стивен Сигалом. С Стивен Сигалом. Да. С Сигалом. Ваку. Ну, хорошо. Сиган, bueno. Сиган disfrутаться. Но вы продолжаете наслаждаться, господин Министер, предполагаю, что у вас завтра тоже есть программа определенная по Карагасу, и завтра он сопроводит вас в праву программу. Спасибо. Когда встреча закончилась, и мы уже вышли на улицу, нас ждал просто фантастический закат. Ну а потом на автобусе мы поехали обратно в наш отель. По дороге разглядывали улицы Каракаса, и вот знаете, как я не пыталась увидеть все то, о чем показывают в интернете, я не смогла этого увидеть. Обычный город, обычные дома, обычные люди. И знаете, что хотелось бы важного здесь отметить, так это то, что большинство туристов в путешествии по Венесуэле так и не бывает в Каракасе. Как я вам говорила раньше, многие сразу из аэропорта улетают на острова и в национальный парк. Ну а там-то уж точно безопасно. Поэтому пусть вас не пугают страшилки из интернета, Венесуэлу нужно увидеть своими глазами. Это прекрасная и открытая страна с дружелюбными людьми и просто фантастической природой. Ну, по крайней мере, именно такой увидели ее мы. Пока мы ехали в отель, солнце уже совсем село, и в своем номере с 17 этажа я любовалась уже ночными видами Каракаса. Бенами, Бенезуэлла! Ола! Бенез диас, амигас! Мы с вами перевестились уже в следующий день. Я обещала показать вам номер, сейчас я это сделаю. И сегодня у нас, как бы это ни печально, сегодня у нас финальный день нашего большого венесуэльского путешествия. Честно, ребят, я до сих пор осознать не могу, что я была здесь. Только события, новых знакомств, людей, мест. Я стою перед окном на 17 этаже в городе Каракас. Я смотрю на эту картинку за окном. И не могу поверить, что это все происходит со мной здесь. Вообще на другом конце планеты. Если вы не смотрели все предыдущие серии, обязательно посмотрите. Мы были в таких местах. Ребят, у меня не хватит слов. И ни одна камера не передаст те эмоции, тот восторг, то чувство, которое мы испытывали, находясь у самого большого в мире водопада, в джунглях, на белоснежных пляжах. Это было просто незабываемо. Я от всей души желаю каждому из вас испытать это самим. Побывать здесь, видеть это все своими глазами. Венюсуэла для меня стала невероятным открытием. Я сюда с Юрой обязательно, просто обязательно вернусь. Потому что это то место на планете, где каждый для себя сможет найти именно то, что ему нравится. Хотите пляжи? Пожалуйста. Хотите приключения джунглей? Пожалуйста. Хотите и то, и то? Пожалуйста, ребят. Смотрю в окно и немножко грустно, понимаю, что у нас остается уже меньше даже десяти часов здесь. И скоро мы разъедемся, расстанемся с ребятами. У меня просто нет слов, серьезно. Венюсуэла, я тебя люблю. Спасибо за то, что ты подарила эти незабываемые дни. Спасибо за твои впечатления. Спасибо за удивительные места. Спасибо за удивительных людей. Спасибо за колорит, за эмоции и за впечатления. Спасибо всем организаторам этого тура. Спасибо лично Анастасии Пироговой. Спасибо лично Паше Кущенко. Потому что без них всего бы этого просто не было, ребят. Венюсуэла, я люблю тебя. Но мы пока еще не прощаемся. У нас еще сегодня целый день. И мы тоже успеем сегодня с вами побывать на пляже. И сейчас я разверну камеру и покажу вам, какой фантастический вид за окном. Наш отель состоит из трех корпусов. И у него даже есть бассейн. Вот он внизу. И покажу вам номер. Просто огромная кровать. Какие-то картины. Телевизор. Там внизу есть холодильник, рабочий стол. Я уже успела поработать, перекинуть все фотки. Здесь такая зона отдыха. Большое зеркало. Правда, не в полный рост. Если было бы в полный рост, то было бы вообще идеально. Здесь такая небольшая комната с огромным количеством зеркал. Я думаю, девочки оценят со всех сторон. Видите, такое зеркало увеличительное. Шкаф просторный. Шкаф у сейф. Тапочки. Есть халаты. О, кстати, вот зеркало в полный рост. Есть халаты. Здесь у меня ванна. Биде. Унитаз. Здесь показывать нечего. Еще есть небольшой коридор. Вот здесь у меня там свет выключен. Ну, вот такой номер. Жалко, что мы здесь были всего один день. Гостиница мне очень понравилась. У нас вчера был потрясающий ужин. Было все очень вкусно. Паэлья, пирожные. Просто. Я не снимала, потому что я не брала с собой камеру. Оставляла все заряжать в номере. Ну, мне просто уже, знаете, за 12 дней, я думаю, вы уже насмотрелись наших ужинов. Хотелось вам просто передать атмосферу самой Венесуэлы. Все, ребят, на этом мы закругляемся. Увидений мы еще не прощаемся. Не выключайтесь. Мы увидимся с вами на пляже. А я пойду добавлять фотки в сториз. Кстати, если не подписаны, обязательно подпишитесь. Потому что все именно там выходит в онлайн формате. Мы приехали в район Лагуария. Бич Клаб. Бич Клаб у нас сегодня здесь до самого вечера. По программе отдых, релакс. Я, честно говоря, даже и подумать не могла, что в Каракасе, пределах города, есть пляж. Да еще какой пляж, только посмотрите. Лагуария находится в 40 минутах езды от Каракаса. И сюда приезжают отдыхать на целый день из столицы. Мы в этом Вич Клабе были до самого вечера. Кто-то купался, загорал, кто-то танцевал. В общем, мы наслаждались последними часами в Венесуэле. Как и везде в Венесуэле, в Лагуаро нас также тепло принимали с жаркими танцами, вкусными угощениями и, конечно же, национальными напитками. И вот результат. Наверное, больше всего этот день нам запомнится горячими венесуэльскими танцами. Мы сначала в сторонке смотрели концерт, ну а потом все вместе стали танцевать и веселиться. Когда все снимают танцы, наши мальчики снимают девочек. Музыка Из Венесуэлы каждый, абсолютно каждый человек нашей команды привез с собой любовь. К танцам и зажигательной латинской музыке. Ну разве можно усидеть на месте? Только посмотрите, какая мощь и какая энергия в этих танцах. К танцам и зажигательной латинской музыке. К танцам и зажигательной латинской музыке. А между танцами и концертом нас угощали вкусным обедом из национальных блюд. Венесуэльский ром лился рекой, а какие там были вкусные коктейли. Музыка Знаете, вот этот финальный день и такой теплый прием был просто как вишенка на торте всего нашего незабываемого путешествия по Венесуэле. Домой нас провожали с подарками и каждый увез с собой венесуэльский ром. После того, как закончился праздничный концерт, венесуэльские ребята устроили для нас свое небольшое представление. Вы только посмотрите, как они зажигательно танцуют. Ну и конечно мы не смогли усидеть на месте. Дон Пабло открыл своим зажигательным исполнением наши с венесуэльцами совместные танцы. Вот так все вместе, Венесуэла и Россия, мы зажигали и танцевали до самого вечера. Пока не настала пора ехать в аэропорт. Адьос! Адьос, амигос! Чао-ка-као! Чао-ка-као! Ну что, все? У-ла-ла-ла! Идем на регистрацию. Настала пора возвращаться домой. Не хочу. Еще одна осталась ночью с тобой. Пела Татьяна Буланова. Мы же в самолете летели. А-а-а-а. Никто не хочет Мадио-Востока. Вообще никто не хочет Мадио-Востока. Вот так весело мы проходим регистрацию на рейс в Каракас-Москва. Венесуэла страна музыки и танцев, даже абсолютно вообще люди, не умеющие танцевать, возвращаются с другими людьми из Венесуэлы. Да? Да. Виво Венесуэла! Хей! Хей-хей-хей! Бен Спрос пришел такой, да. Спасибо, стараемся. Я люблю... Нет. Большой открытый мир. А я люблю деньги, Паш, прости. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Стосоем! Аэропорт Каракасов. Вот так проложает всех гостей. Катила слеза. Пауло! Виво! 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 Дождем этот аэропорт. Давайте, давайте. Это лучшая регистрация в моей жизни. Это лучшая регистрация в нашей аэропорту. Вообще просто. Слова есть? Есть. Вам тоже слова. Черный черствый хлеб тупой ломает нож. Уставлены глаза в размытый горизонт. Прямо с потолка идет бесшумный дождь. Бегущая строка. И пярлась в переплет. Любовью чужой горят города. Исферистый путь затянулся петляй. Когда все дороги ведут в никуда. Настала пора возвращаться домой. Институтом И мальчик за стеклом все машет мне рукой Каждая судьба завязана со мной И в памяти живой давно солнцемный дом Любовью чужой горят города И сбилистый путь затянулся петлей Когда все дороги ведут никуда Настала пора возвращаться домой Возвращаться домой Едва ли спасут летящего нас Скипорис и пальмы лазурь Загар не доспех Тут мусом прозвали мансун Пейзажи как во сне Но чем замазать тоску по месту где нас нет Здесь пусть некомфортно и не Лефортова Как ты уборгаешься с телепортом О, старой формуле в дом родной где нет Орденга Здесь ты видел все шахты Дортмунда, скалы, корнвула Стада морлоков из трущоб раннего Орвала Книг на ладони странника мир Пока связи порваны с точкой Яно Комом в горле глотку чесала Подработки швейцарам, стаком водки, джинза Над улей что? Дело, если победа сердца над разумом И все, надоело среди туземцев быть пасом Позади рай, ну раз увы, дамикадзе мы Впереди мир камер газовых Армии Власова, казни массовых Но все же тянет назад Стой, покряхивает Входим в родное антипространство Что? Сказать стоп, остаться писать стоп Ссать, что умрешь, только коммигрантский запас Стоп! Без попить и живое расстояние честь Ты думал, ты можешь преждать, но мы расстояние лечим Соградить? Дума пройдет? Все ничего расстояние лечит Но язык твой так и не стал Ни инограмм, ни меченым Крома грядешь и ишь Ладони и ка, сложил ближе к колбу За спиной тарака не бега Париж, Истамбул, триста коньяка Самолет все выше и стал Вдруг отписав круг Так высым точкой дерзать Друг отдал в лесу Любовью чужой горят города И свилистый путь Зазилов всех петлей Когда все дороги Ведут в никуда Настала пора Возвращаться домой Возвращаться домой Любовью чужой Горят города И свилистый путь Затянулся петлей Когда все дороги Ведут в никуда Настала пора Возвращаться домой Где я ем Возвращаться домой Еданой ommл Этур Ну теперь можно ехать домой Привет Продолжение следует... Продолжение следует...